Ребята, всем приветики! Сегодня я решила с вами не петь на канале, а снять реакцию на новый клип Билли Айлиш. Я уже настолько сильно стала фанаткой этой юной исполнительницы, что смотря тренды ютуба, выбрала не верхние строчки, что сейчас занимает, а именно увидела этот клип, что он наконец вышел, песня No Time to Die, не время умирать, для фильма Джеймса Бонда. Я очень ждала, на самом деле, этот клип. Сейчас давайте вместе с вами посмотрим, я еще его не видел, и мне будет интересно узнать, совпадет ли моя реакция с вашей. Кстати, если ты еще не подписался на канал, подписывайся прямо сейчас, красная кнопка внизу, чтобы не пропускать самые полезные видео о вокале и такие вот интересные реакции. Ну что, ребят, поехали прямо к делу, будем смотреть Билли Айлиш. Завораживающая музыка. Вот, это просто вообще-то то, что, не знаю, то, что я могла ожидать сама. Вот этот вот образ из темноты Билли и микрофон, который начинает подсвечиваться, вот этот вот как такой вот, старый такой микрофон Элвиса. И вот сейчас самый-самый момент, это вот. Знаете, я вообще обожаю Билли Айлиш за то, что она использует такое низкочастотное вибрато, такое на низких нотах. В такой музыке это очень круто слушается, прям вообще обожаю. Да, ну мы сейчас с вами, конечно, не вокалы разбираем, да, то есть я сразу, мне сразу вокал надо разбирать, то есть я сразу слышу вот эти все штуки. Причем я более так с наживом делаю, да. Больше сфокусируемся именно на клипе, на картинке, да. Знаете, вот ничего не надо больше, вот просто вот этот темный фон, вот просто вот эта Билли с микрофоном, настолько круто смотрится. Вот эта вот вибрато классная на низких нотах, обожаю, почему. Так, ну здесь уже пошли кадры из фильма, в принципе, ну это логично, да. Наш Джейнс Бонд. Вообще крутой эффект, прям крутой. Вот это, наверное, действительно такая реакция для меня, вот в удовольствии. Вообще офигенно. Вот посмотрите, это настолько крутой монтаж. И вот это вот наслоение, да, кадров из фильма, и вот такая вот Билли, у которой есть только микрофон. И вот это, знаете, вот луч света, вот, пожалуй, наверное, там три объекта. Вот это вот Билли, этот микрофон и луч света. Все, идеально. Как будто какие-то нахлынувшие воспоминания. Опять, опять про вокал, да, но все равно вот. Такой хороший грудной субтон здесь идет. И вот это. Вибрато, которое возникает после того, когда она вот спела. Ну и вот эти вот ее коронные нотки, коронные вот эти вот верхние, да, такие головным голосом, который она поет. Мне очень нравится вот это вот ее освещение сверху луча. Вот это вот голова, лицо подсвеченное, да, такой микрофон. Ну, я уже сказала это, прям вот ничего в этой песне больше действительно не нужно. Она настолько вот проникновенная, настолько она какая-то теплая, такая родная. Хотя песня при этом очень грустная, она очень такая драматичная, да. Вот, да, и смотрите, появляется вот сейчас динамика такая, да. То есть вот переход между куплетом и припевом, сразу картинки начали очень быстро меняться. То она теперь-то там вот машина летит, переворачивается в воздухе, да. То есть это уже говорит о том, что сейчас будет мощное развитие. Ну, вот то, что мы здесь видим сейчас с вами, это такое более освещенное уже лицо. То есть за счет этого тоже возникает ощущение какого-то нарастания, динамики и развития. Вот, хорошо. Дальше смотрим. Ну, в общем-то, она тут во всей красе, да, этот цвет то появляется, то исчезает. Понимаю, что я хочу посмотреть, скорее, этот фильм. Что-то у меня как-то вот эти вот кадры, они так прямо цепляют. Хочется понять, что там, что там за действия, как там, что происходит. Вот мне нравится этот минимализм, вообще вот эта тенденция к тому, чтобы не навешивать на себя всякую мишуру, да, а вот быть таким настоящим, самим собой. Все, ничего не надо больше. И вот этот вот у меня очень крутой головной субтон. Кстати, если не знаете, что такое головной субтон, заходите, вот кликайте сюда по ссылке, там у меня есть видео как раз. Я записывала, как петь высокие ноты разными способами. Она очень классно владеет этим приемом. Вот, и пошла динамика, новые кадры из фильма, вот эти уже взрыв, да. И вот в ее голосе сейчас тоже ощущается такое, что... Такая какая-то драматика, что сейчас будет прям вот самый-самый большой взрыв в этой песне, да. Ну вот, смотрите, как много планов, кадров, как все меняется, да. И вот уже в этот момент невозможно просто в кульминацию оторваться от экрана. Я обожаю вот это тоже милизм. Вот, и прямо сейчас мы специально не стала останавливать. Мы просмотрели самый такой кульминационный момент, наверное, да, в этой песне, где Билли поет мощно вот эту верхнюю ноту. И, как вы заметили по картинке, там прям вот такие эмоции налетят. То есть на разрыв аорты, как говорится. И вот классно, смотрите, как тоже круто. И вот переход опять вот с такой мощной динамики на минимальный. Вот Мецепиано еле такой шепот, который, с одной стороны, кажется очень близким, таким теплым, да, но все-таки это уже ощущение, что это сейчас улетает постепенно, да. Очень красиво. Вот вообще у Билли она настолько чисто поет, у нее настолько чистые верхние ноты, она везде чисто поет, да. Это тоже очень дорогого стоит. Вообще просто огонь. Мой респект. Ребята, ну что, вам понравилась сегодня реакция моя на песню Билли Айлиш? Я вообще, честно говоря, в сильнейшем восторге от просмотра, потому что, не знаю, вот то, что делает Билли Айлиш, особенно вот эти ее последние произведения в таком юном возрасте, вот именно так осознанно подходить к пению, к музыке и настолько иметь разработанный голосовой аппарат. Спасибо, ребят, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, пишите в комментариях, понравилось ли вам сегодня разбирать эту песню вместе со мной и что, может быть, вы увидели в этом клипе такого, что не заметила, не увидела я, какие инсайды появились у вас. Все, ребят, пока-пока и до следующего видео на моем канале. Спасибо.